Ребята, всем доброе утро! Сегодня мой влог начинается с распаковки посылок. Сегодня заехали на Валберес, забрала я свой свитер. В общем, в магазинах ничего такого не нашла, что бы я хотела. Зато нашла на Валбересе свитер, который я хочу, какой я нарисовала у себя в голове. Сейчас очень моден вот этот вот принт, такой вот леопард голубой. А еще очень приятно положили вот такой вот подарочек сережки-гвоздики. Кстати, переливаются они классно. Такой достаточно длинный оверсайз свитер. Сейчас примерю, покажу, как он смотрится на мне. Приехали сегодня в Радугу. Здесь есть Ашан, а в Ашане есть новогодние игрушки. Ну, по крайней мере, мы видели это на Ютубе. Я не знаю, именно в этом Ашане есть Новый год или нет. А еще здесь прям вот многие ходят с пакетами. Значит, здесь он работает. Тарактелка. Что значит тарактелка? Не тарактелка. У них просто старые пакеты. Да нет. Ну, нет, здесь есть ничендем. Если я смотрю. Значит, он работает. Это и есть, главное, чтобы работа. Это работает. Но мы были недавно в каком-то дорогом центре, там не работает. В лето его нет, он вообще просто закрыт, и там сейчас сами стоят тендем, а что-то другое делают. А здесь гирлянды. Интересно, они так и были все лето здесь? Или их уже повесили к Новому году? А вы не знали, да? В Радуге Новый год уже все. Смотрите, Новый год. Тут-то уже все, никак ты не оделаешься. Новый год! Ура! Как же я люблю такие вот магазинчики, где очень-очень много всего для праздника. Просто я очень люблю праздники. Для меня это прям одни из самых лучших магазинов. Смотрите, какой шар. Ой, в Ашане, Новый год! Кайф! Все, меня сейчас отсюда не вытащить. Здесь прям офигеть! Просто сколько здесь всего новогоднего! А где школьная? А все, о школу забыли про школу. Новый год у нас. Делаем обзорчик на все новогоднее в Ашане. Слушайте, здесь реально очень-очень много всего. Я думала, знаете, только вот первая парта, а здесь прям реально гигантские стенды. И прям все-все в Новом году. Так, здесь получается по цветам разложено. Первый стенд это оранжевое все. Ой, оранжевое. Золотое с красным. Разные вот такие вот шарики по 50 рублей. Это что такое? В розовом? Мы не в розовом наряжаем. Нет. Вот такая, смотрите, веточка с шариками. Здесь получается 5 шаров 260 рублей стоит. Есть еще вот такая вот с золотыми шариками и с цветочком. Ой, это так красивые шарики. Я такие вот люблю, когда они прозрачные, внутри снег. Такие шарики по 150 рублей. Шиншечки разные, звездочки вот такие вот красные. Такие звездочки по 50 рублей. Подарки блестящие прям. Кстати, классные такие подарочки. Симпатичные. Они по 100 рублей. О, вот это классно. Дедушка Мороз. Машина с Дед Морозом, кстати. Это не машина. Я ошиблась. Это мотоцикл с Дед Морозом. Так, что тут еще? Вот этот вот олень, но он с какой-то другой серией. Я не знаю, откуда он. Ой, по 89 рублей вот такие вот заснеженные игрушки. Дальше здесь барабаны с мишками. Вот с такими вот. Есть барабан красного цвета с мишкой. Есть белого и есть просто такие вот мишутки. Это что? Это паучок. Что с тобой? Не знаю, сколько стоит. Цены нет. Такие вот разные олени. Вот они они, кстати. Тоже цены нет, поэтому сказать не могу, сколько стоит. Ой, вот это классно. Смотрите. Такая двойная игрушка. Шар и Дед Мороз типа на шарике. Есть шар красный с золотом. Фокус. Вот. А есть белый с золотом. Такие шары по 89 рублей. Блестящие шарики красные, зеленые. Ой, красные, золотые, серебристые. Такие вот просто все в глиттере. По 90 рублей они. Есть вот такой вот красный шар. Пластмассовый, но он как будто бы стеклянный такой прозрачный. 95 рублей. Ой, вот это классно. Смотрите, какая красота. Вообще просто посмотрите, какая игрушка. Еще есть в красном цвете. Вот такая вот игрушечка. И есть красный тоже, но немножко другой красный. Вот такой вот воздушный шар. Тоже с Дед Морозом. По 269 рублей. Такие достаточно дорогие игрушечки. Ёлочка деревянная с Дед Морозом. Вот такая вот с 200 рублей. И бокал. Бокал, кстати, с того года. В том году они тоже были. Такой вот золотой. И вот такой вот золотой бокал. Они, 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 они. Не знаю, почему. Опять воздушный шар. Прям актуальна эта тема в Нашане. Много игрушек таких с воздушными шариками. Только здесь вот такой вот милый олененок. На шаре воздушно. 96 рублей стоят. Дальше. Опять олени. Олени тоже очень много. И Санта. И Лед Мороз. Кому больше что нравится. Давайте перейдем теперь вот к этому стенду. Здесь все в таком мятном синим цвете. Шарики блестящие. Такие как будто бы заснеженные. Ой, без вспышки, кстати, классно переливается. Шарики, снежки. Не знаю, сколько стоят, они не отсюда. Так, это, это я не пойму, что стекло или пластмасс. 99 рублей, короче, стоят. Такие вот белые игрушки. Что с фокусом? Я не понимаю, у меня есть телефоны. Ну, я, наверное, не знаю. Все прям игрушки показывать не буду, потому что это будет реально очень долго. Я постараюсь повыбирать, какие, знаете, самые прикольные. Например, вот такие вот мишки. У него что-то с глазами непонятно у этого медведя. Есть еще мишка вот такой, со смешком. И такие медвежата стоят, я не знаю, цены вот еще нет. Сколько они стоят? Я не знаю. Вот такие вот колокольчики и шарики тоже бесценные. Но переливаются, конечно, не крон. Ой, смотрите, какая совушка. С пером каким-то непонятным, если честно, пером. Что это такое, вообще непонятно. Ну и сколько стоит, она тоже непонятна. Разные сосульки. Такие вот... Вот такие вот цветы. В голубом, опять же, и в синем цвете. По 200 рублей. Прикольный наборчик. Два шарика. И шарики, они такие с помпончиками вот с этими. Правда, здесь кривой пупон. Ну, кстати, нормальный. Вот такие вот шары. Под 169 рублей. И есть еще, кстати, в серебряном цвете. Тоже очень красиво, классно переливаются. Мы, кстати, в том году хотели украшать елку вот в таком зеленом цвете. И не было вообще игрушек. А сейчас, в принципе, можно найти что-то интересное. Но тоже очень мало. Но мало, но они есть. Тут разные такие вот шарики. Ой, с той стороны тоже шары есть. Такие вот, смотрите, заснеженные шары. Вот такого цвета было очень много. И очень много было прямо цвет травы вон там. Вот шары видны. С оленями. С шариками. Мне очень нравится вот такой вот цвет. Но он какой-то такой непонятный, что это за цвет. То ли фиолетовый, то ли синий. Какой-то он такой многозначный. Ой, ну конечно же кролики. Куда же без них? Год кроликов. Да, это я уже, кстати, перешла к следующему стенду. Вот такие вот крольчаток. Да что ж такое? У меня фокус просто улетает. Я не понимаю, что здесь происходит. Вот такие вот крольчата с морковкой. Беленькие, пушистенькие. О-о-о-о-о. Без понятия. Ну, я так предполагаю, где-то рублей 120-150 они будут. В розовом цвете тоже есть. Белая машина с ёлочкой. Вот такая вот симпатичненькая. Такая машинка стоит 200 рублей. Шары в розовом и в золотом цвете. Супер блестящие по 119 рублей. И шишечки в золотом. Вот в таком вот персиковом цвете. И в розовом еще цвете есть. По 100 тоже 19 рублей. По 169 рублей. И еще есть вот такая феечка. Шар с чешуёк как будто бы рыбный. Такой шар стоит 110 рублей. А еще есть шар сухоцветами. Что-то новенькое я такое, по крайней мере, не видела. Есть разные сухоцветы здесь. Сколько стоит, опять же, не знаю. Смотрите, какой прозрачный шарик с гномиком внутри. Есть еще с пингвином. Так, ну и все, наверное. Да, а нет, смотрите, еще синичка есть. Снегирь, синичка, в общем, какая-то птичка. И такие шары по 150 рублей. Пушистые ёлочки бархатные, звездочки. Все в таких вот бордово-розовых цветах. А еще смотрите, какие есть вот такие вот ёлки. Они с одной стороны прям полностью блестящие в глиттере, а с другой стороны они золотые, тоже с глиттером, но золотые. Ёлочки по 119 рублей. Вообще, мне безумно нравятся разные вот такие вот гномики. Они все классные. Вот такие вот гномы. И они все, в принципе, в районе 700 рублей. Сколько разных милых фигурок. Это просто какой-то космос. Вот такие феечки по 769 рублей. Гномики беленькие по 700 рублей. Гномики в мятном и в сером цвете по 1000. Вот такие гномы с шапкой, которые меняют цвет по 769 рублей. Есть еще красный гном. С красно-золотой шапкой по 1000. И гномики, которые вот так сидят и свисают лапки по 790 рублей. Ну, а также здесь очень-очень много разных стеклянных игрушек. Игрушка стеклянная с совой по 200 рублей. Вот эти вот бокалы прям супер разобрались стеклянные. Внутри как будто бы налита шамбанское или какой-то напиток с помощью блестяшек есть. В золотом и в таком вот красном цвете по 170 рублей. По 129 рублей игрушки тоже. Все, короче, здесь вот все стеклянное. Сейчас вам показываю. С разными веточками, шишечками. Ну, такие у нас были, но немножко другие все равно. Есть, конечно, просто белые шары. Белые с разными блестяшками внутри. С глиттером, как будто бы хрустальные вот такие вот шарики. Они все вот в районе 130-140 рублей. Цветные тоже стеклянные игрушки по 110. Шишечки. Шишки, кстати, тоже все стеклянные. Вот они цены, смотрите. Ой, вот очень красивые стеклянные игрушки. Такой вот снеговичок. 189 рублей. Дед Мороз. 140 рублей. Есть еще снеговик чуть поменьше. Тоже 139 рублей. Стеклянные колокольчики. На них цен пока еще нет. Стеклянная машина красная. Тоже пока бесценно. Домики стеклянные. Розовенькие вот такие вот по 100 рублей. Клубнички тоже по 100 рублей. Здесь уже разбитая игрушка. Но она очень-очень красивая. Такая вот пироженка. 160 рублей. Мороженое 140 рублей. Разные пеликаны тут. Смотрите, какие вообще классные игрушки. Очень-очень красивые. Синий пеликан красный по 219 рублей. И есть еще зайки по 129 рублей. Так. Это тоже все стекло. Такие вот игрушечки. По 170 рублей. Есть просто прозрачные. Но они, знаете, такие, как будто будут какие-то радужные. Тоже красивые. 170 рублей. Ну, конечно же, стеклянные игрушки и здесь есть. Разбили игрушку. Ну, ничего. Такое тоже бывает. Стеклянные игрушки. Ручная работа. Такие вот зайки по 100 рублей. Сейчас, кстати, на них акции. Так, это уже не стекло. Достаточно тяжелые игрушки. По 50 рублей. По 150 рублей. Мишки. Такие вот колокольчики по 200 рублей. А еще есть вот такие снеговички, которые висят прям как будто бы на качельке. Тоже 150 рублей. Конечно же, разные, просто красивейшие зайки с мешочками по 130 рублей. Вот такие вот птички. Очень красивые. Они еще, смотрите, так вот переливаются. По 150 рублей. И котята. Такой вот котенок с колокольчиком. А, они все с колокольчиками текают. Дед Мороз на лыжах по 189 рублей. И есть еще вот такая вот фигурка. Дед Мороз в руках держит. Очень красивые шары по 289 рублей. Стеклянные. И внутри еще ангелочка, будто бы на облачке сидит. Ой, тут еще белочка вот такая вот, смотри. Мишки. Очень тоже симпатичные. Розовые такие медвежата по 179 рублей. И стеклянные, такие вот золотые шары. Ну и, конечно же, снежные шары. Их очень тоже много. И все они с зайкой. Зайка с мешком денег. Зайка с елочкой. Вот такие вот зайки. Копилки. Как это все должно быть, непонятно. Вот так вот, наверное, должно быть. В общем, такие разные зайчата. Фигурки зайк. Блин, какие они все классные. Просто вообще красота. А здесь очень-очень много дождика. Ну, потом придем. Все бегают и говорят, видишь, что ситуация здесь вот такая миленькая, ну реально прям. Просто людям очень хочется. Ну, вот, пусть скорее уже. Конечно, красота. Бург, бург, да. Зашли еще в Киевсе. Взяли бургеры. Сейчас перекусим. И хотим зайти еще в Бобби, и потом еще в Батчиндер. А еще, если найдем в Моте, то и туда зайдем. Короче, везде Новый год будем искать, потому что сейчас реально практически во всех магазинах уже новогодняя коллекция. Мам, ты будешь? Мам, ты же будешь? Чтобы вам показать. Мам говорит, зачем ее искать? Вам показать. В общем, полное разочарование. Воды новогоднего вообще ничего нет. Здесь только для сада. Реально дерево. Нет, это подушка. Не такая. В общем, здесь только для сада. Разные качели стоят. Кстати, цены хорошие. Смотрите, такая вот качель. Была 30 тысяч, а сейчас 15 тысяч. И вообще акций достаточно много. Зато, смотрите, здесь вот такая вот жабка. Занимается йогой. Зашли в H&M, он здесь еще работает. Три по цене, двух на все. Здесь нет новогодней коллекции. Скорее всего, как я понимаю, вообще и не будет. Потому что сейчас в H&M происходит распродажа. То есть они просто распродают все вещи в России. И насколько я понимаю, что H&M, в принципе, уходит с России. Многие говорят, что он уже ушел. Но еще видите, некоторые магазины работают. Ой, я, кстати, вам не показывала же кофту, как она выглядит на мне. А, я ее сняла, знаете, в Instagram. Я просто вам вставлю в таком формате. Так, неудобно. А пальто снимать не хочется. Вообще, я хотела на самом деле посмотреть что-то новогоднее. Но я так понимаю, что здесь не светит мне ничего новенького интересного и новогоднего найти. Ну, а мы с мамой смотрим сейчас четыре свадьбы. И я делала алмазную картину. Вот так вот у меня получается. Уже второго попугая практически сделала. На этом всем большое спасибо за просмотр. И всем пока!